К другим новостям. 10 месяцев житель Балхаша Достанан Хпаев пытается доказать, что его дочь погибла под колесами автомобиля. Расследование по факту смерти двухлетней Еркинас Бахыт уже дважды закрывали. Возмущенный отец опубликовал видеообращение на имя генерального прокурора и министра внутренних дел. Он требовал разобраться в этом деле и наказать виновных. После обращения уголовное дело возобновили. Однако родные погибшего ребенка уверены, что его намеренно волокитят и виновник пытается уйти от ответственности. На этих кадрах маленькая Еркинас играет с братом. Жизнерадостная и улыбчивая девочка самая младшая в семье. У семьи Аныкбаевых есть еще трое детей. Трагедия с любимицей всей семьи произошла в юле прошлого года. Девочка и ее старшая сестра находились во дворе собственного дома, когда малышка попала под машину. В ее смерти родители ввинят водителя. Со слов отца он переехал тело ребенка и даже не заметил этого. Она скончалась на месте от полученных травм. Однако позже судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что девочка умерла, упав с высоты собственного роста. При этом от такого падения у малышки появились три перелома основания черепа. Следователи после такого заключения просто закрыли дело. Родители ребенка с таким вердиктом категорически не согласны. Они считают, что дело кто-то намеренно волокитит. Возобновили расследование совсем недавно, после обращения отца в СМИ. Однако материалы дела до сих пор не ушли в суд. Главный подозреваемый до сих пор на свободе. В отношении него не избрана никакая мера пресечения. Он даже не лишен водительских прав. Я хочу, чтобы все сделали по закону. Если по этой статье, по закону предусмотрен арест, почему вы это не используете? Арест или меры пресечения. И чтобы экспертизу там беспрестрастно провели. И он получил свое наказание, чтобы его осудили. Вот и все. Просто понимаете, не потому что я такой кровожадный. Просто я вижу человек, он не осознал, что он сделал. И он даже не раскаивается.